Есть важный принцип успеха. Сначала вы что-то вкладываете, свой труд, деньги, время и так далее. И только потом вы получаете результат. На самом деле это неудивительно, посмотрите вокруг. Так все устроено в природе. Сначала семечко попадает в землю, и только через некоторое время появляется урожай. Если почва была плодородной, и все остальное тоже благоприятствовало развитию растения. Поэтому наивно полагать, что можно получить что-то, при этом ничего не предприняв. Один из самых важных ресурсов, который необходим для получения результата, это время. Его нельзя вернуть, его нельзя ускорить, его нельзя замедлить. Это уникальная особенность времени. Именно потому к нему нужно относиться иначе, чем ко всем остальным ресурсам. Допустим, вам необходимо дополнительное финансирование. Или, проще говоря, вам нужны деньги. Возможно ли их найти? Конечно. А если вам нужны люди в команду, ответ снова положительный. Но раздобыть дополнительного времени, увы, не получится. Что-то можно скорректировать за счет других ресурсов. И это поможет вам сделать работу быстрее, или, как говорят, выиграть время. Но все это косвенные способы повлияют на этот уникальный ресурс. И вот что интересно. Время, в отличие, например, от денег, есть у всех. И, к сожалению, многие даже не понимают, каким они обладают даром. Они растрачивают свое время впустую, даже не понимая этого. Такой подход можно сравнить с тем, что человек прямо выбрасывает деньги. Каждый день он берет пачку денег и выбрасывает в мешок, который потом оказывается в мусорке. Почему такое поведение кажется абсурдным? А все потому, что деньги имеют ценность в глазах людей и имеют некое физическое воплощение. Время же, наоборот, ошибочно. Кажется ресурсом безграничным. И при этом оно практически никак не выражено в реальном физическом мире. Его нельзя увидеть или потрогать. Только косвенно мы ощущаем время. Например, когда смотрим на часы или планируем свой день. Старые фотографии тоже нам напоминают о том, что время идет. Даже если вокруг как бы ничего не меняется. Неправильное отношение ко времени – это одна из ключевых ошибок людей, которые не получают того, чего они хотят. Они либо растрачивают время впустую, либо слишком дешево его продают. Занимаются низкоквалифицированной работой или заполняют свой день неважными делами, которые создают вид деятельности, но не помогают достичь желаемого. А сейчас это актуальнее еще больше, потому что много людей поставили свою жизнь на паузу. Но это иллюзия не более. Невозможно перестать дышать. Невозможно остановить время. Когда вы стремитесь к успеху, то не останавливайтесь. Кризис, сложная обстановка вокруг – это не помеха для того, чтобы дальше двигаться к своей цели. Через год вы либо будете гораздо ближе к своей цели, а может быть уже даже получите желаемое. Либо будете с сожалением говорить себе, почему вы не действовали все это время. Потому что, посмотрев на эту ситуацию ретроспективно, вы увидите, что возможности были. Они есть всегда. Главное – не впадать в успокоительную иллюзию, что сейчас не время, и потом вы все наверстаете. Если вы не видите возможности сегодня, значит вы их не увидите и завтра. Потому что возможности есть только у тех, кто действует. Вы хотите завтра иметь то, о чем мечтаете? Тогда действуйте сегодня.